Теперь здесь вопрос, посмотрите, Абу Маабад, он говорит, то есть Амар Дудина передает Абу Маабад на нафи, и говорит, что он анкара в баад, затем он стал отрицать это, что он это передавал. Это то, что называется у нас, так называется вот эта вещь, вот таким термином, у специалистов по хадису, вопрос о человеке, который рассказал и забыл, о том, который сам рассказал хадис и забыл, то есть это явление, оно есть, это не один случай, так бывает. Сам рассказал и сам потом забыл, и субханаллах, те, которые преподают, учителя, учителя религии, призывающие, знают эту вещь, иногда кто-то подходит и говорит, вот вы тогда-то сказали так-то, так-то, а ты говоришь, я не говорил так, хорошо, человек честный человек, ясно, что он не обманывает, но ты не помнишь вообще, или даже, говорит, вы тогда-то сказали какой-то хадис, а ты говоришь, я такой хадис не знаю даже, вообще не помню, что такое хадис, я когда-то знал и говорю, вещь вполне реальная, и этот вопрос называется, как это явление, кто рассказал и сам что забыл. Новый говорит, рахмаллаху та'аля, вот эти слова, Ахбара Нигаза Абу Ма'бад сумма Анкарау, то есть Амар Абду Динар говорит, сообщил мне об этом Абу Ма'бад, а потом сам это отверг. Говорит он на новый раз, муслим приводит этот хадис как довод, значит указывает на то, что он считал этот хадис достоверным. Несмотря на то, что мухадис, то есть тот, кто рассказывает, он сам что, отрицает это. Раз приводит муслим это, значит он считает, что это достоверно. Почему? Потому что передал сека, потому что передал надежный передатчик Амар Абду Динар. Понятно или нет? Почему муслим посчитал достоверным, если тот, от кого передал Амар Абду Динар, отрицает? Потому что Амар Абду Динар сека. Потому что Амар Абду Динар сека. И это, говорит Ан-Науи Мазхаб, это точка зрения джумхуру, то есть большинство ученых, из числа ученых хадиса, и уссуль-фикха, и фикха, то есть они говорят, что является худжа, является доводом хадис, если шейх отрицает хадис, подвергая сомнению, что он его передал. Говорит, я сомневаюсь, да, или я такой передавал, разве? Подвергает сомнению, хорошо, или забыл, сомневается он, или он забыл, или говорит, я не помню, я не помню, или я не помню, что я тебе рассказывал, и так далее. И вот мнение большинства улема, что если шейх передачей хадиса так говорит, я не помню, что я тебе рассказывал, да, я забыл, говорит, или подвергается мне, рассказал, разве я такое рассказывал, и так далее. Если вы говорите, и от него передают кто-то, кто надежный, передачик, сиха, то это является хадис, что? Худжа, является доводом, является аргументом. Есть некоторые не согласные с этим, говорят, нет, такой не считается аргументом, но большинство считает, что это аргумент. Это вопрос, когда, ситуация, когда передатчик, чей говорит, я не помню что-то, да, или сомневается, разве я такое передавал, говорит, да, я забыл, говорит, и так далее. Тут понятно, если сиха от него передает, надежный передатчик, это довод, это не считало, более правильно мне. А если он однозначно, твердо, категорически заявляет, что тот, кто передал от него, говорит неправда, говорит, неправда, неправда, он говорит, я не передавал такое. Никогда вообще такое не передавал. Вот тут вот, вот тут вот говорят улема, все улема говорят, что в таком случае нельзя опираться на этот хадис, как на довод. Понятно или нет? Почему? Потому что один сейчас твердо, это джазм называется, твердо утверждает, твердо утверждает, что он не передавал, другой твердо утверждает, что он от него слышал, он передавал. Понятно? Возникает джазм и джазм, твердое утверждение и твердое утверждение. Два твердых утверждения противоречат друг другу, поэтому мы не можем принять этот хадис. Понятно или нет? Здесь кто-то скажет, а почему? Почему мы взяли, что этот хадис не принимается, а не взяли, что принимается? Потому что шейх – это основа. Шейх – основа. От него хадис изошел. Понятно или нет? Шейх – это асаль. Передатчик – это асаль. Раз он категорически утверждает, но и тот категорически утверждает, то мы, значит, говорим, что хадис не будет худжа. Этот хадис нужно, что? Посчитать слабым. Но при этом вопрос теперь – а тот, который передал этот хадис от него, другие хадисы мы будем теперь от него принимать или нет? Ведь получается, что он говорит неправду. Нет, мы не можем сказать, что он говорит неправду. Понятно, мы не можем сейчас утверждать, что он говорит неправду, потому что мы не убеждены в том, что он сказал неправду. Если мы бы действительно были убеждены, что он сказал ложь – это что такое? Это ложь в отношении пророка, возведение лжи на пророка, тогда мы сказали, что это из великих грехов. И мы бы сказали, что все его хадисы не принимаются. Но мы же не можем сейчас это сказать правильно. Мы не убеждены в том, что он солгал. Поэтому этот случай не делает другие его хадисы недостоверными. Понятно? Альхамду лилля. Шейх Мусамин говорит, здесь по поводу этой версии, что вот это это тот самый вопрос о том, кто рассказал, а потом сам забыл. И говорит Шейх Мусамин, если шейх отвергает, отрицает передачу, то, что перевел от него ученик, то кому верить? Кому верить? Мы говорим, и шейх Мусамин объясняет, если ученик, он сика, если он надежный передатчик, то мы тогда ему верим. Почему? Потому что есть возможность, вероятность, что шейх просто забыл. Хорошо? Но шейх, говорит Шейх Мусамин, шейх он должен, если он забыл, сказать, я не помню. Так он должен сказать. Не утверждать, а сказать, я не помню. Но проблема, если он отрицает и говорит, я тебе не рассказывал это, и говорит как твердо, твердо утверждает это. Вот в таком случае, можем ли мы сказать, говорит Шейх Мусамин, что теперь, то, что передает ученик, это что отвергается. Ну, потому что отрицание шейха, что означает, что он возвел на него ложь, да, ну, если так брать, буквально, возвел на него ложь, а возведение лжи на шейха, особенно, когда речь идет о хадисе, который возведен к пророку Али Сарату Сарам, мне всякого сомнения, это Кабира, Минер Кабая, то есть, это великий грех. Будем ли мы отрицать теперь все его другие передачи, то, что передал этот ученик, раз шейх сказал, нет, я тебе это не рассказывал, нет, не будем, это то, что объяснила Новая Рахмаллаху Таалли. Шейх Бусамин, поэтому говорит, первое, оно более, что вероятно, то есть, скорее всего, что шейх, что забыл, но поскольку шейх, это сейчас мы возвращаемся к словам Нового, поскольку шейх, он твердо говорит, не рассказывал, а ученик твердо говорит, рассказывал, просто мы этот хадис, теперь что, не принимаем, этот хадис не принимаем, а все остальное от этого ученика мы принимаем, надежная передача. Вероятность большая, что шейх просто забыл, а то, что он отрицает, вот так вот, словами, ле-му хадис, я тебе это не рассказывал, шейх, вот, ему так кажется, что вот, да, точно он не рассказывал, и он вот твердо утверждает, у него нет сомнений, вот в этот момент, что он не рассказывал, говорит, что он не рассказывал, но если, говоришь его сомнение, человек знает по самому себе, самому себя знает, что он забывает иногда, хорошо, и ему говорят, что вот ты это рассказывал, и передают от него что-то, что он что-то говорил, и что-то делал, то лучше, если он знает по себе, что может забыть лучше ему что не говорить вот так вот утвердительно сказать как ласку я не помню можете расскажу но я не помню что может быть он вспомнит когда ему напомнят понятно или нет